Ручной беспроводной пылесос. Нужен ли он? У меня 5 лет служил верой и правдой вот этот пылесос на двух колесах с 5-метровым проводом, шлангом и одной насадкой в комплекте. Очень удобно было им пользоваться. Фильтр частенько забивался. Мощность всасывания снижалась. Чистить фильтр и мешок для сбора мусора было то еще удовольствие. На смену пришел робот-пылесос Xiaomi Mi G1C. Обзор этого пылесоса есть на канале. Хочу поблагодарить всех тех, кто писал комментарии под видео, ставил лайки и подписывался на канал. Большое вам спасибо! Дополнительно к робот-пылесосу был куплен ручной беспроводной пылесос Xiaomi Mi G1C. Ну или по-английски звучит как Handheld Wireless Vacuum Cleaner Mi G1C. Эта модель выделяется по своим техническим параметрам, в частности мощностью всасывания, комплектом насадок, а также стоимостью, соотношение цена и качество данной модели на высоте. В этом подробном видеообзоре расскажу о наиболее важных фактах о пылесосе и опыте эксплуатации в течение трех месяцев. Также в описании под видео вы найдете таблицу сравнения различных моделей беспроводных пылесосов. По ней вы можете подобрать пылесос по своим запросам. Обращаю внимание, что время работы производитель указывает максимальное, без моторизированных насадок. От момента заказа ручного беспроводного пылесоса Mi G1C на сайте Алиэкспресс с выбором доставки с российского склада до доставки посылки домой ушло 10 дней. 10 дней и внушительно большая коробка ждет своего часа распаковки. Давайте проверим, все ли целое внутри. В комплекте переходник с китайской вилки на европейскую. Кладут дополнительно, но лучше вот такой переходник использовать, надежнее. Покупал за 250 рублей. Брошюры с полезной информацией. Инструкция на китайском языке. В описании под видео добавил ссылку на инструкцию на русском языке. Широкая щелевая насадка с регулируемой щеткой 2 в 1. Металлическая труба с токопроводящими контактами для моторизированных щеток. Основная моторизированная щетка с мягким валиком. Настенная зарядная док-станция, два винта и два дюбеля для крепления. Адаптер питания с китайской вилкой. Еще одна моторизированная щетка поменьше. Узкая щелевая насадка с регулируемой щеткой 2 в 1. И надежно упакован сам пылесос. Выглядит данный пылесос стильно и технологично. Вес устройства не слишком большой, чуть больше полтора килограмма. Хорошо сбалансирован, поэтому его достаточно легко и удобно держать в одной руке. Большая часть единой целой конструкции выполнена из белого качественного пластика. Здесь под пластиком расположен двигатель мощностью 400 Вт, который вращает крыльчатку со скоростью 100 000 оборотов в минуту. Воздух в пылесосе разряжается, создается отрицательное давление, то есть вакуум, в 20 кПа. При этом достигается всасывающая мощность в 120 АВт. Воздуховыпускные отверстия для отвода тепла. На торце видим кнопку регулировки скорости. Всего три режима – энергосберегающий, стандартный и турбо. Чуть ниже – рукоятка с курком. Рукоятка не широкая и комфортно ложится в ладонь. Указательный палец ровно попадает на курок, а упор над средним пальцем предотвращает скольжение пальца с курка и позволяет удерживать корпус. Курок во время уборки нужно удерживать, фиксатора нет. При длительной уборке дискомфорта это не вызывает и позволяет сэкономить заряд аккумулятора. Отпустил курок и пылесос отключается. Ниже – разъем для зарядки. Одновременно заряжать и пылесосить не получится. Это индикатор состояния аккумулятора. Находится с двух сторон. Удобно будет как правше, так и левше следить за зарядом аккумулятора. В нижней части ручки находится несъемный аккумуляторный блок объемом 2500 мАч. Аккумулятор можно полностью зарядить за 3,5 часа. На подошве расположены контакты для зарядки от базы. В передней части находится механизм крепления насадок, всасывающие отверстия, два контактных разъема для подключения моторизированной щетки и клапан для предотвращения вываливания мусора из контейнера. В роли пылесборника несъемный контейнер из прозрачного пластика объемом 500 мл, с отметкой, по которой можно определить максимальный уровень наполнения. Тут находится кнопка открытия крышки контейнера. Крышка резко открывается, так как петля крышки с пружиной. По краям крышки резиновый уплотнитель для лучшей герметизации контейнера. В этом ручном пылесосе используется пятиступенчатая система фильтрации. Первая ступень фильтрации – это сам цилиндрический контейнер для пыли. В контейнере образуется некая торнадо. Из-за его центробежной силы мелкие и крупные частицы разлетаются в стороны и оседают на стенках корпуса этого циклонного фильтра. Этот мягкий барьер предотвращает подъемы пыли в верхнюю часть. Далее на пути потока пыли и грязи встает вот этот металлический сетчатый фильтр, расположенный вокруг циклонного блока. Волосы, шерсть или нитки дальше этого фильтра уже не пройдут. Затем оставшиеся мелкие частицы пыли проходят через многоконусную циклонную сепарацию. У Mijia 1C 8 конусных отверстий, в которых также создается воздушная торнадо, которая размазывает частицы пыли по стенкам этих конусных цилиндров, отправляя пыль прямиком на дно контейнера. Далее воздушный поток проходит через плотный цилиндрический фильтр, служит большезащитным барьером для HEPA-фильтра, если вдруг вырвется какая-то мелкая пыль. HEPA-фильтр – пятая ступень, задерживая до 99,97% мелких частиц пыли и аллергенов, включая частицы размером до 0,3 микрометра. Благодаря такой системе фильтрации мощность всасывания пылесоса не снижается от наполнения контейнера пылью. Справляется ли такая пятиступенчатая система фильтрации по факту, смотрите далее. Основная универсальная щетка имеет валик с мягким ворсом, с небольшими жесткими полосками, которые при уборке вращаются. Это помогает лучше собирать и цеплять прилипшую грязь и пыль с твердых покрытий, таких как ламинат, плитка, паркетная доска, линолеум. Такая щетка используется с металлической трубой, но можно и напрямую подключить. Снял цоколь у кухонного гарнитура и ужаснулся от количества пыли. Это отличный полигон для теста пылесоса. На твердой поверхности в энергосберегающем режиме мощности хватает, чтобы справиться с любой пылью, перхотью, пыльцой, шерстью, волосами. В таком режиме заряда хватает примерно на 35-40 минут, так как щетка с моторчиком в 40 Вт тоже потребляет заряд аккумулятора. В стандартном режиме мощности легко справляются с горохом, кофейными зернами и лучше убирают пыль и мусор с ковров с мелким ворсом. Заряда хватает на 20-25 минут. В турборежиме с мощностью всасывания 120 АВт работает 6-7 минут. В турборежиме с такой щеткой я не вижу смысла пользоваться, так как достаточно всасывающей мощности на первых двух режимах. В таком сборе вес составляет примерно 3 кг. Рука не устает. Можно сказать, что беспроводной пылесос сам едет вперед на моторизированном валике. Его нужно только придерживать и направлять. Также небольшие коврики улетают от вращения валика, приходится придерживать. Щетка поворачивается на шарнире, позволяя легко менять направление движения, что обеспечивает эффективную чистку каждого уголка помещения. Этот валик легко снимается для того, чтобы очистить его от мусора, но мыть валик нельзя. Также 3 маленьких ролика снимаются и очищаются от намотанных волос или шерсти. Вторая щетка с моторчиком в 20 Вт поменьше имеет валик с щетинками. Предназначена для дивана, подушек, постели и других тканевых поверхностей. С помощью вот этой дополнительной площадки достигается максимальное соприкосновение с поверхностью при разном наклоне. Благодаря этому мощность всасывания под щеткой увеличивается. Валик с щетинками вращается, создавая небольшую вибрацию, и собирает грязь, пыль, волосы, нитки, шерсть, мелкий мусор и пылевых клещей. Вот тут-то и понадобится турборежим для глубокой очистки матраса, дивана или подушек от клещей и пыли. Время работы с полностью заряженным аккумулятором с такой щеткой чуть больше, чем с основной. В энергоизберегающем режиме 40-45 минут, в стандартном режиме 25-30 минут. В турборежиме работает примерно 8 минут. Обслуживать данную щетку также легко. Монеткой поворачиваем до щелчка и вынимаем валик. Очищаем от волос и промываем валик под струей воды. Затем валик нужно просушить 24 часа в вертикальном положении. Промывать валик рекомендуется после каждого использования. Узкая и широкая щелевая насадка с регулируемой щеткой 2 в 1 подходит для уборки в стыках дивана и другой мебельной ткани, углах дверей и окон, потолочных или напольных плинтусов и в других труднодоступных местах. Поможет очистить клавиатуру, системный блок или поверхность мебели. Такими насадками удобно пылесосить в машине. Время работы с полностью заряженным аккумулятором с такими насадками в энергосберегающем режиме 55-60 минут, в стандартном режиме 27-30 минут, в турборежиме 8 минут. Все насадки надежно вставляются с характерным щелчком и легко снимаются. Уровень шума в разных режимах, без насадок и с моторизированной щеткой. Для зарядки пылесоса и хранения насадок предусмотрена удобная база. Я ее разместил в коридоре, чтобы из любой комнаты был быстрый доступ к устройству. От нижней части базы до пола должно быть расстояние не менее 106 см. Наметил и сверлом по бетону на 8 мм просверлил два отверстия. В базу вставляется узкая и широкая щелевая насадка, а также сам вертикальный пылесос с металлической трубой и основной щеткой. Для щетки поменьше места нет, но ее мы используем реже, чем остальные насадки, поэтому она заняла место в шкафу. Вставляем коннектор комплектного адаптера питания в гнездо базы и через переходник подключаем в сеть. Мигающий один индикатор говорит о низком заряде. Средний уровень заряда. Почти полный уровень заряда. После полного заряда все три индикатора будут светить в течение 5 минут. После погаснут, зарядка прекратится, уйдет в режим ожидания. Всегда заряжен, всегда под рукой, очень удобно. После всех тестов вот столько пыли и мусора удалось собрать. Нажимаем кнопку и мусор вываливается в ведро. Это можно было бы сделать более аккуратно, опустив контейнер глубже в ведро. Просто решил заснять этот процесс. Пыль, которую собрал под кухонным гарнитуром, оказалась очень плотной. Так просто не вытрясти, но все же частично поддается. Снимаем циклонный блок легким поворотом против часовой стрелки и доочищаем. Пыли много и она прилипла на стенках снаружи и внутри. Посмотрим, в каком состоянии хепофильтр и поролоновая прокладка. С внешней стороны хепофильтра следов пыли нет. На поролоновой прокладке есть немного частиц пыли. Внутри хепофильтра тоже есть едва заметные частички пыли. В самом всасывающем отверстии пыли нет. А это значит, что 5-ступенчатая фильтрация работает. Теперь можно промыть хепофильтр, поролоновую прокладку и циклонный блок подстроя воды. И оставить сушиться по крайней мере на 24 часа. Контейнер несъемный, протирается влажной тряпкой. Само обслуживание не занимает много времени. Все компоненты фильтра быстро промываются. За 3 месяца использования хепофильтр и поролоновую прокладку ни разу не мыл. Поролоновая прокладка снизу немного потемнела. Циклонный блок вообще больше не доставал. Нажал кнопку и аккуратно вытряхнул мусор. Все гигиенично. Беспроводной ручной пылесос Mijia 1C перенял лучшие технологии у дорогих моделей подобных пылесосов, таких как Dyson, Samsung и продается по доступной цене, с хорошими техническими параметрами и с богатым комплектом насадок, с помощью которых можно пылесосить на разных поверхностях и в труднодоступных местах. Также с удобной зарядной базой он всегда под рукой, не надо разматывать шнуры или нести робот-пылесос на место локальной уборки. Пятиступенчатая фильтрация отлично справляется со своей задачей, а это значит, что двигатель прослужит долго и аллергики будут счастливы. Обслуживать такой пылесос легко, все фильтры моются, насадки разбираются. Спасибо вам за просмотр, надеюсь информация была полезной. Пользуйтесь таблицей сравнения при выборе вертикального беспроводного пылесоса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!